Делегации у Брянской области в Гомеле встречали в зале торжественных приемов Дворца Румянцевых и Паскевичей. Именно здесь проходят все наиболее значимые встречи международного уровня. Пандемия коронавируса внесла коррективы в график личных встреч руководителей регионов. Они стали намного реже, хотя на всестороннее сотрудничество областей этот факт, похоже, негативного влияния не оказал. Во всяком случае, на этой неделе стороны вновь говорили о реализации совместных проектов. Пожалуй, наиболее значимый из них касается деятельности белорусско-российского совместного предприятия «Брянск-Сельмаш». Если в прошлом году гомельские партнеры отгрузили сюда машинокомплекты на 2,6 млрд российских рублей, то в этом году планируется довести эту сумму до 4,2 млрд. Предприятие, которое является вторым на территории России после роста «Сельмаш» по выпуску данной продукции, и предприятие с каждым годом, оно наращивает производство, оно выпускает новые линейки, оно модернизирует производство, оно вокализует производство. Сегодня уровень вокализации в Брянске-Сельмашке составил более 50%. Сегодня межрегиональное сотрудничество развивается в рамках соглашения между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области, подписанного в августе 2016 года в ходе 5-го славянского экономического форума. Кроме того, между 10 районами заключены побратимские и партнерские соглашения, что позволяет считать двустороннее сотрудничество взаимовыгодным и длительным, и надеяться на его успешное продолжение. Экспортный потенциал, который у нас на сегодня наращивается, наше направление мясомолочного, которое мы сегодня реализуем, и поставляется то же самое к нам идет продукция из Брянщины. И вот сегодня один из вопросов, который прозвучал, это и по нашему предприятию, которое Петриковскому реализует Санкт-Петербург области, для того, чтобы совместно работать по транспортировке удобрений, которые сегодня имеют для нас важное значение. Поэтому и дальше мы будем продолжать сотрудничество в различных направлениях. Конечно, у нас есть общие интересы в плане с хозяйственно-промышленного производства, и в части то, что мы сегодня на территории Брянщины совместно с нашим Гомель-Акараганкомплектом прорабатываем поставку оборудования в части комплектации малыштоварных ферм. Для нас это тоже важно. Несмотря на ограниченное время, а в этот день делегации направлялись в Минск, где проходил Белорусско-Российский форум регионов, они делают остановку в Светлогорском районе. В этом году здесь открыли мемориальный комплекс «Ала», ставший памятником всем сожженным деревням. Для Брянской области также пострадавшей во время оккупации тема сохранения исторической памяти особенно актуальна. Те 27 миллионов жизней, которые были положены во имя Победы, а из них только около 9 миллионов – это солдаты, а почти 20 миллионов – это мирные жители. Вот это именно наша общая память, которую мы никогда не должны забыть. И всегда должны быть помнят. Все допомнятся о том, что пережили наши народы. Кстати, суд над карателями, которые сожгли Аллу и убили 1758 человек, прошел в Брянске. Вообще, если говорить о периоде Великой Отечественной войны, в истории Гомельской и Брянской областей много общего. В первую очередь это касается борьбы с оккупантами. Наши партизаны даже проводили совместные операции. Брянские партизаны и белорусские партизаны стали инициаторами знаменитой рельсовой войны. То есть она отсюда пошла. Это совместный был проект. И, собственно, одновременно осуществлялась массовая удара по коммуникациям противника с целью дестабилизировать ситуацию, ограничить, так сказать, продвижение эшелонов к фронту. И многие известные наши люди и лидеры нашего партизанского движения, тот же Емельян Барыкин, родился на Брянщине, а себя невидамые слова и покрыл у нас на территории Белоруссии. Здесь же он был и крупным партийным деятелем, ну и организатором партизанского движения. Участие в седьмом форуме регионов Белоруссии и России – еще один шаг к активизации двустороннего сотрудничества. Об этом речь во время встречи делегаций Гомельской и Брянской областей с президентом Белоруссии. «Хорошо, что мы в этих условиях и коронавируса, и обострения международной обстановки все-таки нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которые приносят ощутимый экономический эффект», отмечает Александр Лукашенко. И добавляет, в наших взаимоотношениях бывают нюансы, но они решаемы, а поэтому нужно двигаться вперед и расширять сотрудничество во всех сферах. Неплохой у нас товарооборот. Примерно за январь-июль где-то около 355 миллионов долларов. Это то, что посчитать можно. А то, что посчитать нельзя, то, что люди общаются. Мы же с вами никогда не запрещали им ездить туда-сюда. Естественно, идет и такой народный оборот торговый. Поэтому это неплохой товарооборот. Но думаю, что если мы с вами замахнемся, то мы во втором периоде вашего пребывания в должности точно можем подойти к миллиарду долларов товарооборота Беларуси и Брянской области. Вы знаете, что если цель какая-то поставлена, к ней надо идти и легче достигать ее. Если цели не будет, то и не будет этого миллиарда. Поэтому неплохо было бы, если бы мы поставили перед собой вот такую задачу – миллиард долларов. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько. Новости недели.